Приветствую вас. Мне кажется, что основная проблема, которую вы описываете, заключается в вашем страхе отношений. Понимаете, когда человек говорит, любой человек говорит, что не хочет серьезных отношений, он, как правило, очень часто отношений хочет, но боится сближаться, боится близости. Отсюда возникают всякого рода казусы. Например, вот как в вашем случае, вроде бы, серьезных отношений вы не хотите, ну, изначально не хотели серьезных отношений, а теперь говорите, как бы быстрее мне выйти на новый уровень. И, конечно, это противоречие. То есть, в какой-то степени можно сказать, что вы не очень хорошо понимаете свои чувства, свои желания. Да, не очень хорошо осознаете их так, чтобы не было таких противоречий. Это первое. Второе. Понимаете, вот у вас, очевидно, в прошлом был негативный опыт отношений. И он, этот негативный, негативный опыт, никуда не делся. По-прежнему с вами, он по-прежнему на вас влияет, он по-прежнему на вас давит. Он по-прежнему корректирует ваше поведение, к сожалению. И, скорее всего, никаких выводов вы не сделали из опыта. Ошибок своих не исправили, поведение свое не подкорректировали, а мотивы не увидели тех действий своих, которые привели по итогу к тому, к чему привели. И в новых отношениях, в которых вы сейчас находитесь, ситуация может быть точно такой же. Она не изменится. Поэтому очень, очень необходимо, чтобы прошлый опыт, очень важно, чтобы прошлый опыт был вами осознан, прожит и откорректирован, чтобы он не влиял. Следующее, у меня складывается такое впечатление по прочтению вашего текста, что вы хотите именно вот этого уровня, отношений больше, чем самих отношений. Также мне показалось, что огромное влияние оказывает то, что человек вас понимает. Стоит нас forwards. Вы знаете, все очень важно в том, что вот этих городов, к чему приходится в эту группу. Стоит нас в betterх Humans понятна, сколько вы continuously сообщите regarding следов верного. И не станете ли вы зависимые от поводства вам дают вам мужчину? Потому что детки вдруг станете, то ничего хорошего, но для вас это не сулит, то есть у меня нет ощущения, что вы именно на человека настелено. Да, у меня есть ощущение, что вы настрелены на то, что вам дают. Вот, ну и когда вы пишите, что он очень долго не хотелось поздравить от этого симпатия, потом все-таки спустило его в свою жизнь, вот. Как будто вы успокоили себя тем, что, ну да, серьезных отношений я не хочу, то почему бы в таком случае не начать встречаться с женатым мужчиной? Вот теперь вы надеетесь, скорее всего, что он будет с вами, но он знает, и вот здесь вопрос самоотенка. Вопрос подсознательного допуска, 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 допуска того, что вы можете быть незедимственным в жизни мужчины. Вот это достаточно приводная, на мой взгляд, проблема. Это проблема. Вот, ванесит, ванесит, а на моем отсылке, как правило. Ну как бы родом из детства, вот и соответственно тут нужно исследовать этот момент, тут нужно смотреть, какой именно опять же у вас опыт, в том числе негативный вот и уже тогда будет более очевидно, как СТО, ну можно вам помочь, вот как можно родами. Вот такой в принципе ответ я могу вам дать обратно вашу тапшу. Необходимо понять, что у нас новый уровень, да, и необходимо на сутки от обратно своих цифр, вот и обещать, вероятно, вам вперед. Параводов, вот даже если этого хочется вам. Вот. А все-таки, все-таки стараться, а второй, ввешенно поступать, чтобы не навредить, потому что навредить навредить, чтобы я достаточно легко, легко вам. Вот. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, а я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи!